Здравствуйте! С вами на связи снова Валерий Иванов. И сейчас я хочу наконец-таки ответить на один очень важный вопрос. Как обезопасить свои аккаунты, неважно где? В ваших рабочих проектах, в соцсетях или где бы то вообще ни было? За долгие годы работы в интернете я придумал такое правило. Могу даже гордиться тем, что именно я его придумал. Звучит оно так. Если вы можете воспроизвести свой пароль по памяти, значит этот пароль ненадежен. За исключением одного единственного пароля, который будет у вас стоять в той замечательной программе, о которой я сейчас вам расскажу. Эпоха запоминания паролей, либо записывания на блокноте давным-давно прошла. Я смотрю на то, как массово взламывают аккаунты ВКонтакте, просят денег, просят зарегистрироваться, проголосовать. Люди не понимают, что безопасность уже вышла на совершенно другой уровень и что старые методы не работают. И пароли типа Маша 1994 совершенно не подходят и взламываются программами буквально за несколько секунд. Как этого избежать? Помимо того, что нужно обезопасить свой логин, также еще есть возможность избежать мошенников на фишинговых сайтах. Сейчас я расскажу вам, как это работает. Есть такое замечательное браузерное расширение, которое работает не только на компьютере в браузерах, но также его можно поставить на телефон. Браузер. Ну, скорее всего, все перешли уже на платформу Google Chrome и прочие браузеры, так что, в принципе, интерфейс будет похожим. Правый верхний угол, либо бывает иногда слева наверху. Самое главное вам найти вкладку расширений. В последней версии браузера Chrome она спряталась довольно далеко. Нажимаем справа наверху, дополнительные инструменты и расширение. Попадаем в меню расширений, дальше опускаемся вниз до самого конца. Это все установленные расширения, которые у меня здесь есть. И вот здесь еще расширение, либо будет магазин расширений Chrome, может по-разному называться. У меня довольно редкий браузер, сейчас я вам показываю. Давайте я включу какой-нибудь более распространенный, чтобы вы узнали интерфейс, чтобы вы не вздрагивали и не пугались. Вот классический интерфейс браузера Google Chrome. Точно так же справа наверху, дополнительные инструменты и расширения. Попадаем сюда. Теперь нажимаем расширение слева и дальше открыть интернет-магазин Chrome. Вот наше расширение. Нам нужно будет вписать волшебную фразу. Название сокращенно LastPass или LastPassword. В переводе с английского означает последний пароль. Почему он последний, сейчас я объясню. LastPass. И вот появляется он сразу сверху. LastPass Free Password Manager. Вот он у меня уже установлен. Давайте я вернусь в тот браузер, в котором он у меня не установлен. И покажу, как это работает там. Вот браузер. Пишем в поиски. LastPass. Enter. И видим LastPass. OnePassword. SNOG for all logins. Один пароль для всевозможных логинов. Вот расширение. Выбираем его. Переходим в магазин Chrome. И нажимаем установить. 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 Сейчас идет проверка. Проверка совместимости браузера и расширения. Так, все. Приложение у нас установлено в браузер. Теперь нам нужно будет либо зарегистрироваться, либо войти. Регистрация тоже очень простая. Нажимаем на расширение. Оно пока черненькое. Это значит, что оно не активировано. Вы не вошли в это приложение, оно будет черным. Тогда оно будет рабочим, оно будет вот такого красного цвета. Но вы можете иконку поменять на настройках, если хотите. Нажимаем. И теперь либо входим, либо create an account, либо создать аккаунт. Давайте создадим аккаунт новый. Здесь мы вводим для создания аккаунта. И нажимаем красную кнопку. Вот теперь смотрите. Самое главное, почему называется последний пароль. Все, что вам нужно будет запомнить, один единственный пароль. Очень и очень надежный для входа в эту программу. А вот сама эта программа уже будет хранить все ваши логины, все ваши пароли и подсказки для всех ваших сайтов. Так что создаем или записываем еще где-нибудь, потому что восстановить пароль будет невозможно. У вас будет помощь с подсказками, но сам пароль сбросить или восстановить невозможно. Еще раз говорю, поэтому отнеситесь внимательно и обязательно запишите. Либо создайте такой пароль, который вы, во-первых, сможете вспомнить. И, во-вторых, он будет достаточно сложный. Вот в правом поле у вас имеется рекомендации по созданию. Желательно от 12 цифр или знаков, точнее, больше. Хотя бы одна цифра должна быть. Хотя бы один символ верхнего регистра с капс-луком, то есть заглавная буква. А хотя бы один должен быть символ с нижнего регистра, то есть обычно срочно. И это не может быть вашим почтовым ящиком, ваш пароль дублировать. Вот здесь нужно будет создать довольно сложный пароль. Вот я ввел два раза пароль. Видите, он зелененький и довольно сложный. Хорошо, то есть система принимает его. А вот теперь вот здесь нужно написать что-нибудь, какое-нибудь слово. Лучше одно слово для того, чтобы мы могли вспомнить. Слово подсказка для того, чтобы вы могли вспомнить ваш пароль. Ну, например, вы были на, не знаю, на море, катались на лыжах. Пишите SkySnow 2019 и восклицательный знак. Вот я просто вот сейчас из головы придумал. А здесь вы пишите лыжи. А, да, точно, лыжи у меня было SkySnow. Ну, там или что-нибудь. Skyboarding, если вы, если там, не знаю, дип-дайвинг. Что вы занимаетесь? Big Tennis там. Какая-нибудь подсказка, которая поможет вам восстановить ваш пароль. Но, еще раз говорю, лучше где-нибудь его запишите. Точнее, восстановить пароль нельзя. Вы можете выставить доступ к вашему аккаунту, к хранилищу паролей, только с помощью подсказки. Но вам подсказку тоже нужно будет запомнить, чтобы вы понимали, что происходит. Дальше я подсказку писать не буду, поскольку я делаю это только для вас специально. Нажимаем Next. Все. Вот у нас создан наш аккаунт. И предлагается войти в какой-нибудь из соцсетей, для того, чтобы быть в курсе того, что происходит с LastPass. Но мы вернемся в меню настройки нашего LastPass. Вот здесь у вас имеется настройка. Но, скажу вам честно, я вот сюда залез несколько раз в жизни. Вот это вообще вам не нужно. Совершенно не нужно. Потому что все работает настолько просто, настолько интуитивно, что вам действительно сюда заходить не нужно. Давайте возьмем какой-нибудь сайт. Например, Gmail. И создадим почту Gmail сейчас. Выбираем создать аккаунт. Gmail. Я так подробно делаю, чтобы вы потом поняли, как это работает, схема. Вот теперь смотрите. Я создаю ящик LastPass 2020. Пусть будет такой. А вот здесь, в области пароля, появилась у нас вот такая вот стрелочка с кругляшком. Это не просто стрелочка. Это уже элемент LastPass. Он понимает, что здесь у нас будет пароль. Нажимаете на нее. И вот у вас появляется меню. Теперь здесь нужно нажать Show Options. Чтобы было у вас больше опций. Смотрите. Длина пароля. Какая длина пароля? Вы просто передвигаете ползунок и можете сделать любую длину пароля. Ну, давайте возьмем побольше. Ну, например, 22 символа. Заглавные буквы. Строчные буквы. Номера. И специальные символы. Специальные символы. Вот видите, когда я нажимаю, появляется у нас Numbers. Цифры. Лаверкейс. Это строчные буквы. Аперкейс. Это у нас заглавные буквы. Для сложного пароля вам не нужно будет запоминать, запомнить всю программу. Поэтому я включаю все знаки, которые только есть. Вот они. И у меня получается вот такой вот пароль. Вот он. Не нравится он вам или хотите заменить, нажимаете просто вот на этот значок. И у вас каждый раз генерируется новый пароль. Видите, любой пароль. Можете вот нажать сюда, чтобы скопировать пароль в буфер обмена. Вот есть еще такая кнопочка, называется Easy to Say. То есть легкий пароль для произношения. В нем не будет большого количества символов. Посмотрите, я нажимаю. Он будет такой, скажем, попроще. Но мне это не надо. Я выбираю все знаки. И теперь смотрите, нажимая кнопочку Fill Password. То есть запомнить, что у меня происходит. Во-первых, у меня пароль подставился в оба поля. И тут же мне LastPass предлагает добавить этот сайт Google LastPass 2020 в меню. Да, Add, Additional, Allset. Добавлено. Теперь дальше, как каждый раз, когда мы будем входить в этот аккаунт. А, это имя уже, видите, занято, пользователи. Ну, давайте что-нибудь еще придумаем. Не важно. О, кстати, смотрите, что сейчас произойдет. Я изменил имя. Теперь я пишу Далее. И у меня тут же, тут же у меня LastPass говорит. А вы знаете, вот же у нас есть такой логин. LastPass не 2020, а LastPass 2020 QWERTY. Добавить? Да, добавить. Или не добавлять? Я пишу Добавить. Allset. Все, у меня добавлен сюда логин. То есть, все, что вы делаете здесь, расширение LastPass отслеживает и в автоматическом режиме добавляет все ваши логины. Если оно видит, что логин у вас тот же самый, но пароль изменился, предлагает заменить пароль для этого логина. Да, заменить. Теперь смотрите, что мы делаем с вами. Вот у нас пока ни одного значка здесь нет, а мы сделаем с вами вот так вот. Я обновляю страницу и у меня, смотрите, появилась циферка 2. То есть, для этого сайта, LastPass обнаружен, для Google.com, Google.com у меня имеется два логина. Вы помните, что один логин я написал с ошибкой, он запомнил его. А второй, если я напишу в IT, LastPass уже будет предлагать мне. А какой из логинов подставить? У меня есть LastPass 2020 и LastPass 2020 QWERTY. Какой из них подставить, использовать? Мы помним, что вот этот логин у меня был создан ошибочно, поскольку он существует. Мы просто берем, выходим в меню редактирования и нажимаем удалить. И мы удаляем тот, а вот здесь вы можете посмотреть, какой пароль у нас выбран был. То есть, логин LastPass 2020 для сайта Google.com, а пароль вот такой вот создался. Можно его подобрать или повторить? Невозможно. Программа все запомнит. Мы его удаляем, либо редактируем. Вы можете редактировать, после этого нажатия кнопки вы вываливаете свой кабинет, и там занимается сложными настройками. Если вам это ничего не надо, просто удаляйте пустой логин, который вам не нужен. Потом вернемся на сайт Google.com. Так, где у нас Gmail? И посмотрите, у нас остался только один единственный логин, потому что одна, точнее, связка логин-пароль. Одну я удалил. А для входа у нас имеется, вот посмотрите, вот такой вот значок, такой же, как у LastPass. Вот он. Мы нажимаем на него, и у нас сразу подставляет LastPass QWERTY. Нажали, подставили. Далее. Не удалось войти, он пишет. Знаете почему? Потому что я не закончил регистрацию аккаунта вот здесь вот. Вот здесь нужно было закончить, но мне не нужен этот почтовый ящик. Я его пытался сделать для вас, чтобы вы поняли, что когда я вхожу в систему, нажимаю далее, и LastPass мне подставит пароль вот именно для этого логина, и я войду. Вот так работает браузер для расширения LastPass, или последний пароль. Я искренне советую вам пользоваться им. Даже если вы выходите на какой-то новый сайт, и вдруг по каким-то причинам LastPass у вас не подставляет, либо вам нужно сгенерировать пароль вообще для другого сайта, просто выбираете расширение, и здесь генерается QWERTY Password. Вы выходите в меню генерации пароля. Генерируете любой пароль, копируете его, либо запоминаете fill password, и у вас LastPass автоматом запомнит связку логина и пароля для любого сайта. Это одно из преимуществ. Второе. Однажды LastPass реально спас мои деньги. Как это произошло? Я пытался войти на сайт PerfectMoney. Я знаю, что у меня сайт есть, что у меня открыт кошелек, верифицирован. Нашел в поисковике PerfectMoney, а у меня LastPass не подставляет ни логин, ни пароль. Я обновляю страницу, а у меня вот здесь вот светится. Ничего не светится. То есть так, как будто бы я впервые на этом сайте. Но я точно знаю, что это PerfectMoney. Я узнаю сайт, я вижу, что это он. Я читаю в заголовке строка браузерная. Да, PerfectMoney. А LastPass говорит, ничего подобного. Я здесь никогда не был. У меня нет ни логина, ни пароля к этому сайту. Я думаю, ну что же за ерунда такая. А потом, когда я вчитался, один из знаков был подменен на похожий. И получалось, что это был фишинговый сайт. То есть, если бы не LastPass, но LastPass понимает, что это другой сайт. У меня нет регистрации на нем. И не предложил мне ни логин, ни пароль. Это был фишинговый сайт. Если бы я ввел на нем логин и пароль, от реального сайта PerfectMoney, эти бы данные тут же утекли мошенникам, владельцам этого сайта. И они бы вошли уже на настоящий сайт PerfectMoney и стащили бы все мои деньги оттуда. И вот так вот LastPass спас, LastPass спас меня, да, от потери денег, потому что он не опознал этот сайт. Человек не может запомнить, либо отличить такое количество сайтов и различить знаки между там J и E. Причем заменяются иногда. Латинское C стоит, ставят русскую S. Вот такие вот вещи, вот такие, когда подмены происходят, человек не может отличить, просто не заметит. Но программа это все отследила и спасла меня. Поэтому я предлагаю вам использовать программу LastPass. Да, кстати, я еще пользовался, пытался найти другие программы. Ставил то, например, 10 знаков, 10 логинов запоминаю, дальше только за деньги. То слишком сложная система использования. И в итоге, после многих экспериментов, я остановил свой выбор именно на LastPass и уже пользуюсь им, наверное, лет 5 последней. И очень благодарен авторам и создателям. Причем она же стоит у меня еще на телефоне, эта программа. И также помогает мне избежать фишинговых сайтов и помогает мне запоминать сложнейшие пароли, которые ни один взломчик просто не может взломать. Если остались вопросы по этому расширению, пожалуйста, задавайте их прямо под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам поскорее изучить эту программку, пользоваться, избежать встречи с мошенниками, избежать потери денег, жить спокойно и безопасно. Всего хорошего.